всем привет с вами тома и это последний обзор в этом 2018 году следующие обзоры будут в следующем 2019 году и традиционно последним я снимаю ролик под названием все подряд то есть мы открываем все то что я не смогла открыть за год но на самом деле очень много не открытого за год но мы сегодня посмотрим только blind bag и потому что все остальное я все-таки сниму отдельные ролики а вот blind bag у меня накопилось аж шесть штук и здесь пакетики которые присылала надежда и один пакетик прислал данила за что им огромное спасибо у нас этого ничего в смоленске я не видела если что это 18 и 21 волна 18 волна смоленский как-то вообще промелькнуло мимо меня а 21 что-то как-то у нас сразу 22 было не знаю это как-то в одном легемоте короче ничего этого смоленске я фактически не видела поэтому огромное спасибо ребятам за чудесные подарочки давайте посмотрим что же за поняшки у нас тут попадутся и первое у нас идет рэйвен это секретарь селестия селестия секретарь это у нас напоминаю по хайлоуинской серии и она у нас в костюме соответственно хайлоуинском на хайлоуин она была кем-то не не знаю кем она была на просто каким-то по-моему мне кажется у нее еще были дьявольские рожки лет они у нее были вообще не знаю чей у нее костюм в общем рэйвен она очень доверительная внушает доверие очевидно в общем я не помню чей у нее был костюм я вам ставлю картинку скриншот из мультика я уже забыла его посмотреть в смысле проверить что там было ну в общем рэйвен она молдит джон и голд она кстати джон и голд у нас из первой волны коллекционных вот и естественно ее покрасили по-другому вот ничего не переврали очки нарисованы не снимаются плащик коротенький не снимается а все вот такой вот очень скромненько и бантик конечно хвостики рэйвен тоже не очень подходят но тем не менее это ее первый выпуск в каком-либо варианте в мини фигурках поэтому я рада что ее в принципе выпустили хотя бы так она у нас такая светло-беленькая и с коричневыми волосиками шкала но такого кофейного оттенка даже я бы сказала вот очень няшненькая и есть еще один пакетик из 18 волны сейчас посмотрим кто там и там у нас миссис кейк ее хайлуинский вариант она хайлуин была вот в таком костюмчике я не знаю кого они косплеили извиняюсь гензели греттель может быть она делает капкейки очень коротко и по существу в общем их такие наряды мы или клоуны это какие-то были может быть это клоун может быть еще что я вам тоже ставлю картинку из мультфильма серия она у нас на новом о молде миссис кейк этот новый молд был во второй волне опять-таки french pos magic collection а старенькая миссис кейк у нас выглядела вот так теперь у меня тут третий миссис кейк но пару мистеров кейков у меня тоже есть все хорошо вот и в принципе она не особо отличается от своих предшественниц тем более от версии которая на том же молде точнее она на том же молде она у нас идет с нарисованным поверху желтым платьицем с сандаликами и с розовыми щеточками румяными у тебя зимой какая милота вот и меточку кстати не забыли нарисовать но если что вот в этих blind bag всегда наряды нарисованы поверху потому что это не коллекционный вариант фигуры когда у нас наряды съемные туда они тут могут только нарисовать потому что никаких дополнительных деталей они к сожалению не могут добавлять в пакетики поэтому у нас есть только сами фигурки с нарисованными нарядами как бы это не звучало и четыре пакетика из 21 волны это первая волна посвященная my little pony the movie и которые идут как как бы в комплекте с пятой волной friendship is magic collection который кстати если что вот эти вот эти вот по хайлу у нас шли с третьей волной friendship is magic collection это у нас уже пятая волна friendship is magic collection и мы ее частично с вами посмотрим я надеюсь в январе я очень надеюсь у меня есть опять-таки несколько сетов которых нам в россию не приезжали но мне ребята дарили огромное спасибо и я надеюсь что мы с вами их точно посмотрим так что по my little pony the movie выходили мини фигурки их было несколько что я хочу сразу отметить это первый у нас трендерков конечно же конечно же были с первым кто занимался а карточки изменились если в старых волнах у нас были такие картонные карточки то начиная с 20 у нас идут 21 пардон то у нас идут вот такие буклетики и вот на кстати пятая волна и кроме большого замка я вам вот это все остальное покажу я надеюсь что я сниму это в январе я буду очень стараться ну максимум февраль ладно я постараюсь как только так сразу вот и трендахов он пишет about french пишет о дружбе в волне у нас идет пять фигурок которые идут с блестками трендерков один из таких фигурок и еще остальные фигурки идут просто 19 обычных но есть тут классники персонажи которых на сегодня посмотрим трендерков у нас издаются первый раз он идет у нас с модными блестками на хвосте и григи и вообще такой азазан но блестки нанесены поверх поэтому кстати но они вроде не отлипают то есть неплохо нанесены не так знаете как в старых вариантах такой рукой провел и все блестки на тебе а и он у нас на молби флима идет вот этот мужчина да но в принципе знаете так если не знать даже не скажешь очень достаточно сильно как-то расцветка и печать глаз другая и совершенно другой жеребец фактически в принципе он достаточно похож главное что он высокий жеребец просто это это основная фишка трендер хуфа и на флима он у нас идет в его зеленом свитере и также с меточкой и очки тоже нарисованы но кстати хочу отметить что у него свитер прорисован до пуза тоже и потому что если брать допустим миссис кейт видите у нее с платьица было не нарисовано на пузике то есть по бокам только шло а тут видите уже они немножко прокачали скилл рисования одежки для паней и у него свитерок идет очень вполне канонично нарисован по всему вот вот это кстати классно серьезно это прорыв можно сказать да напоминаю что они не могут класть съемный свитер в комплекте в этот самый пакетик и тем более даже если бы они его туда и положили то вряд ли бы такой свитер хорошо сидел вот ей у нас первый жеребец за сегодня еще три пакетика и у нас второй жеребец и никто иной как и королевский страж он защищает контрольский замок со своими друзьями которые все равны как на подбор с ними дядька shining armor вот он у нас идет на молде пегаса мужчины этот молд вообще изначально был на тандерлейне в коллекционных фигурках старых еще старых сетах с пегасами там четырнадцатый год потом выходил флэш в одиннадцатой волне вот а потом стали десятой волне какой-то пегас был короче стали его штемповать очень часто на мужчины пегасах этот сет вот и он очень удачно вписался внезапно в стражей так что даже в последующих вам 20 какой-то еще 3 или 24 волне будет еще и кристальный страж не только вот такой еще и кристальный будет но мы пока смотрим нашего беленького он тоже идет как коллекционный с блёсточками на хвосте но они вроде как не у этого что-то хуже не так что прям совсем но немножко остаются вот утром дырку совсем не слазили на тут немножко но уже слазит вот так же у него нарисована его бронька принципе опять-таки смотрите достаточно неплохо нарисовано не вот обрывисто как-то постарались полноценно нарисовать на всем туловище и переход на голову то есть в принципе он действительно похож на стража в броне вот и накопытники у него тоже есть в общем очень классный вообще зачетный мужчина самом расцвете сил будет охранять контрлот на месте месте тортики на все это там нужно и еще две фигурки на фестиваль дружбы приехали поняхи из кристальной империи их кстати несколько в этой коллекции и одна из них это элбол грейс она у нас вот она собственно вот она она я вам еще тоже ставлю наверное скриншот если это имеет смысл короче она живет в кристальной империи она работает усердно с ее товарищами собственно вот это вот значение элбол грейс это переводится как тяжелая работа дословно так что это у нас трудоголик ну помните они там все на сомбру пахали вот это из той оперы и она у нас идет на молди как раз таки лотос которую мы сегодня ну вы не сегодня вы несколько дней назад смотрели а я вот ее перед собой вижу потому что я только-только снимала ролики про лотос если что не посмотрели смотрите мы там смотрели очень много классных сетов под четвертой волне френдж без magic collection в общем найдет на молди лотос блоссом единственное что ей естественно не стали красить бандану сверху и ошейничек на груди и меточка у нее с одной стороны понятное дело печать глазок нормально не косячит она очень так миленько ну нет мне кажется очень хорошо ей подходит не знаю насколько ей подходит эта прическа больше похоже на в ее версии когда она работала собственно на сомбру с распущенными волосами потому что кристальные версии они конечно все уже со собранными хвостиками ходят вот но в целом я рада что кристальных понях стали делать потому что их не хватало и обзоры за этот год завершает у нас монтэнсер ей она любит изучать дружбу да и с таким добрым видом она любит это делать это тоже фигурка из коллекционных то есть с блёсточками как у себя по блёсточкам ну вроде ну в любом случае это лучше знаете чем там было в девятой волне когда они просто все на руках оставались а вот тут ей свитер не докрасили вот я только похвалила трендер хуфа а тут свитер не докрасили но очевидно на нем это можно было сделать у нее наверное слишком близко лапки располагается копытца и она на молде twilight sparkle понятное дело причем это новый мод который пришел тоже со второй волной в коллекционных фигуре конечно значит коллекшн и она у нас в очках собственно дождите есть душка вот она я ее не заметила потому что она белая у тебя у нее скотчем было перемотано точно я такая чё чё за подводка где душка очков нет вот у нее посередине есть душка просто мне не очень видно изолант она там есть глазки ровненькие да издалека как будто смотрится готичная версия но нет это очки меточка с одной стороны полоски в гриве в хвосте все как по цвету надо черный и свитер с пуговичками то есть все отлично единственное что не прокрасили свитер вот внутри копыт если прокрасили был вообще супер но и так супер потому что это первая пока что версия мундэнсер вот других не анонсировали я даже не знаю анонсировать вот так что я тоже очень рада что она у меня теперь есть то есть из этой волны у меня есть три блестящих пони у нас еще остается сесси седлс но я ее не очень хочу потому что она на таком же молоде как мундэнсер и мне кажется этот молд не очень сесси подходит и также с вен галлоп вот он кстати классный вот огромное спасибо надежде и даниле за таких классных понях и вообще мега счастлив и я надеюсь что эта серия роликов бывает вам интересно давайте заканчивать уже хрипло и до встречи в следующем году надеюсь он будет продуктивнее чем этот или такой же хотя бы продуктивный всех с наступающими праздниками с вами была тома пока